1 2 3 4 5 всем здрасте с вами сварок тема сегодняшнего видео новая игрушечка которая вышла в открытый доступ в первых числах сентября этого года в принципе игра новая называется amon god всем поклонникам рейда прям рекомендую потому что здесь офигеннейший граф он не мне прям зашло есть в размах для механик стратегий ну и в принципе здесь интересно это мобильная ролевая игра где вы собираете отряд из фэнтезийных героев времен средневековья как видите у нас здесь прямо по центру экрана стоит король артур также есть мерлин 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 короче тот самый волшебник который всем известен нам по сказкам легендам связанным с тем же самым королем артура так вот ну в принципе героев здесь очень много то есть вы сами можете это увидеть они делятся на подгруппы то есть тут нет такого что свет убивает сильнее тьму или какая-нибудь вода наносит больше урона огню нет героя просто разделены на фракции это хорошие парни законники принципе вот вы сами видите их не особо много героев с класса в принципе от 10 там до 12 пока что а класс это герои кромовые которые нам будут выпадать и мы повышая их звездность будем повышать звездность уже наших с классов потом нейтралы тут их 12 персов с класса и также по парочке тех и других ниже и плохие парни как видите вот их тоже десяточка но опять-таки хорошие плохие тут не важно потому что на самом деле они все как сказать самодостаточные также есть две фракции свет и тьма ту героев вообще не особо много ну и получить их раскачать тоже сложно потому что они выпадают в призыве еще с менее возможным шансом также мы здесь можем получить бусты за отряды состоящие из определенных фракций либо направлений то есть если взять нейтралов как вы видите у меня четыре героя нейтрала дают прирост к здоровью к атаке и также есть комбо фракции которые можно собрать особые комбо их всего лишь пока что немного но я думаю что игра новенькая и будут развиваться и будут вводиться всякое главное чтобы ее не убил донат то есть если мы собираем какое-то количество героев определенной фракции то мы получаем какой-то буст параллельно с тем что у нас еще будут активно скорее всего фракция базовая то есть злодеи законники либо нейтралы сразу хочу вам посоветовать по возможности если вам будет дропать собирайте нейтралов потому что на мой взгляд это топовые полутоповые персы которые по сравнению с другими в моем тирлисте и в тирлисте моих новых знакомых занимают высокие позиции а тирлисте будут следующее видео я надеюсь что это наберет достаточное количество лайков и комментов также хочу напомнить о том что пока что еще в сентябре для тех кто скачает игру при помощи обговоре при вводе промо кодика можно получить полторы тысячи алмазов ну и в принципе все промо коды я ниже в описании к видео распишу чтобы вы могли их вести также у нас за первую неделю дается очень много ресурсов а именно вот таких вот алмазиков которые мы тратим на призыв героя 2 700 алмазов призыв десяточки героев со скидочкой 300 алмазов всех типов любых типов и в принципе падает неплохо то есть как вы сами видели у нас а класса героев ну плюс минус 10 возьмем с класса 30 то есть шансы падения с класса намного больше нежели в остальных других играх вспоминая red shadow legends который я отыграл плюс минус два года там можно было играть без доната главное чтобы где-то везло где-то фортила где-то подкопить где-то как-то вложить более ровно ну и механики со стратегиями работали очень даже хорошо здесь пока что тоже я вижу работоспособность механик поэтому опять-таки рекомендую в это поиграть сразу говорю не совершайте моих ошибок и здесь кстати можно совершать сделать твинов те кто любит твинка водить нажимаем сервера и выбирая сервер можем создавать твинок и смотреть если ваш первый призыв вас не устроил либо что-то еще пожалуйста развлекайтесь ну и если у вас на основном аккаунте какой-то затык в прогрессии вам нужно подождать там денек-другой пока вы фарм интересы то почему бы не убить время в другом аккаунте и посмотреть что может быть если сделать что-то по-другому также давайте посмотрим на геймплей я уже дошел до 9 компании играю плюс минус дней 5 не больше но мне зашло пока что очень даже это все у меня в команде два волшебника вот они вот вот этот вот товарищ и вот этот волшебники стоят во вторые линии третьей линии стоят лучники грубо говоря в первые танки и войны также есть категория синов ассасинов которые прыгают за спину к врагу но меня осин один стоит в первой линии 2 во второй потому что первый сину вот этот вот прыгает грубо говоря сразу в начале боя а этот после небольшого набивания полоски для активации умения мы сейчас посмотрим как бы вот видим силу мою 167 тысяч пока что ну какая есть играю против бота в компании сила 207 тысяч в принципе игра играется сама нажал в бой у нас открывается автобой у нас открывается двойная скорость ну в принципе как в рейде то же самое пожалуйста только да не только все то же самое в парнем лес и качаем персов степень раскачки и вообще ее подход к раскачке самих героев мне очень понравился здесь ну во первых выпадает больше героев нежели в том же рейде именно играбельных они простых ну и также сам вариант игры какие-то моменты есть затыки от едлы когда ты там набиваешь каких-то ресурсов у тебя они стоят просто формятых когда-то от самого рейда как с той же самой ареной тоже бои 5 на 5 на команду на команду есть также бои для крутых то есть надо три команды уже в принципе играбельность играл я в подобную игрушку более рисованную тоже нужно было проходить компанию учет там делать тоже такие бои там авто автобой везде во всем но тут именно таргет целей все-таки поинтереснее построен это все мы обсудим в будущих видео пока что просто на такой превью для тех кто хочет это поиграть напомню промокодики будут в описании к видео ну и также кому несложно подпишитесь на мою беседу в телеграм канале там будет публиковаться что-то когда-то интересное единственный минус игры здесь очень мало арены как таковой потому что но очень мало боев на арене именно для меня когда я привык что у меня в том же рейде было там но плюс-минус 20-30 боев в день на арене при желании при использовании зелье бутыльков и здесь удается 4 боя базово плюс выбивая какие-то свиточки можно поиграть еще чуть-чуть ну давайте попробуем нападем на товарища у которого силы чуть побольше чем меня опять-таки небольшая хитрость ну вот смотрите если мы сена оставим который прыгает сразу за спину в первую линию то танк который у него стоит здесь он сначала согреться на сена потом перебежит к этому танку как и вся вот это вот гвардия перебежит к тому танку чтобы бить его за счет чего мэрлин у меня сможет дать какую-то ульту в них а он кидает огненный шар ну а этот товарищ просто даст ульту мы посмотрим как это сейчас зайдет ну вот как видите сейчас вот все у меня все прибежали в одну линию танк пока держится выдал син свою ульту выдал мерлин свою ульту как видите вот команда неплохо так ложится на каких-то крохах хп выживают все как могут но бесспорно его танку должен быть живучи но все вот победка как видите при грамотной расстановке я смогу заломать человека с силой и прокачкой посильнее чем у меня поэтому угодно рекомендую но она-то все первое видео не должно быть длинными считаю поэтому кому понравилось вкачивайте играйте пишите свои отзывы а этом будем прощаться с вами был сварок всем благосполненного рандома и богатого дропа и мирного неба над головой удачи